Евангелие от Марка, глава первая. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобой. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих и ел акриды и дикины. И проповедовал, говоря, Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни. Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глаз был с небес, Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Немедленно после того Дух ведет Его в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили Ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата Его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за Ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Его, также в лодке починивающих сети, и тотчас призвал их. И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним. И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал. «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, сотряжший его и, вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает за властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним, и, найдя его, говорят ему. Все ищут тебя. Он говорит им. Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему. Если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему. Хочу, очистись. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему. Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, восвидетельствуй им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город. Но находился вне в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду.